Гнездо гора. Рассказ из цикла «Интеллект». Написал Юга Бэтгай на Ватпад. Озвучил Грегори Маэстро. Денёк выдался на редкость солнечным. Затянувшаяся весна так уже всех достала, и Бьёрн сбежал из школы. Сказал учителю, что ему нужно проводить Юхана. Мол, путь не близкий, а занятия у него заканчиваются раньше. До Юхана сам бы неплохо добрался, но не зря же Бьёрн в всё время жмурясь, с тоской смотрел из классного окна на залитые солнцем луга. «А давай через поле». Юхан, которому строжайше запрещали ходить этой дорогой, остановился и преданно посмотрел брату в глаза. «А давай». Бьёрну самому захотелось в этот солнечный денёк срезать приличный кусок дороги и не обходить по холмам да кочкам. Они спустились с холма, прошли сквозь перелесок чахлых берёз и вышли на огромное поле. Когда-то здесь выращивали пшеницу, а сейчас тут ржавели роботы. Их свезли сюда после странной войны. Ровно сто двадцать восемь штук. Бьёрн с мальчишками постарше их всех уже облазил. Но, конечно, никому ни слова об этом не сказал. «Страшно?» – спросил он Юхана. Тот, насупившись, осматривал покосившиеся шары неподалёку, рядом с которым копошлись какие-то зверьки, и не сразу ответил брату. «Не, я этого хлама не боюсь». По всему видно было, что боится. Наверняка наслушался всяких страшных историй про то, как роботы оживают и разрывают человека на части. Бьёрн усмехнулся, прикидывая, как можно разыграть брата, и пошёл вперёд. Юхан быстро догнал его и взял за руку. «Они все разобранные!» Бьёрн обвёл свободной рукой вокруг, показывая на выпотрошенные шары и замёрзших в грозных позах крабов, из которых торчали какие-то кабели и шланги, и даже кое-где просрала трава. Поткнувшиеся носом в землю дроны демонстрировали поникшее хвостовое оперение. Некоторые всё ещё поблёскивали на солнце. Чудом сохранившаяся катодная защита берегла их от ржавчины. Они его дошли уже почти до середины поля, а обычно разговорчивый Юхан не сказал ещё ни слова. «Смотри, они совсем не живые!» Бьёрн подошёл к накоренившемуся вперёд крабу и положил руку на броню. «Вот, сам потрогай!» Юхан, не выпуская руки брата, погладил шершавую броню вытянутой рукой. Потом подошёл ближе и взглянул внутрь. Под брюхо, откуда свисали ошмётки перерезанных кабелей. Зрелище пустого нутра краба его настолько успокоило, что он отпустил брата, залез под брюхо и потянул руку к тому кабелю, который выглядел менее драным. И когда он уже почти дотронулся до кончика кабеля, Бьёрн со всего маху саданул поднятый с земли железякой о ногу краба. Раздался металлический лязг, а звук удара эхом наполнил пустые внутренности робота. Крысы с писком бросились в рассыпную из-под ног. Юхан молниеносно отдёрнул руку, заверещал и бросился бежать. Бьёрн его на силу догнал и схватил за шиворот. Ноги Юхана убежали вперёд. Он упал и начал отбиваться от Бьёрна, который хотел его поднять. «Уйди ты, придурок! Ненавижу тебя! Больше никогда не буду с тобой дружить!» Юхан осыпал брата проклятиями, пока не устал. «Вставай уже! Хватит валяться!» Бьёрн протянул ему руку, но Юхан оттолкнул брата, сам поднялся и молча зашагал по полю. Бьёрн поднял с земли вязаную шапочку брата, догнал его и пошёл рядом. «Ну хватит дуться! Извини!» Бьёрну стало неловко за свой поступок. «Не извиню!» «Прости!» «Не прощу!» Так они прошли через всё поле и вступили в лес. Узкая тропинка петляла между голыми пока ещё деревьями. Бьёрн опять попытался наладить контакт с братом. «А что вы сегодня в школе проходили?» «Ничего!» «Нам сегодня рассказывали про то, как компьютеры устроены!» «Ух ты!» Юхан остановился и с завистью посмотрел на брата. «А вам, наверное, ничего интересного пока не рассказывают. Мало ещё!» И Бьёрн изобразил, как задирает нос от гордости. «Нет, нам сегодня про богов Египта рассказывали!» Задораторил Юхан. «Там есть Ра! Это солнце! Он каждый день на лодке плавает, а вечером его змей съедает. А потом он снова возвращается!» «Это как же он потом возвращается, если его съели?» «А он змея!» «Бац!» Юхан хлопнул в ладоши. «И вылетает из пасти!» «А ещё есть бог Сокол, хранитель фараона!» «Это у них царь такой, зовут Гором!» «Кого зовут?» «Заря или бога?» «Да бога, конечно!» Юхан расправил руки, как крылья, и побежал к дому. «Я бог Сокол!» «Я летаю высоко!» «Смотрю далеко!» Услышав этот крик, полуразросший кустарником робот-краб, лежавший на холмике в полдороге между домом и лесом, вдруг ожил. Объективы глаз светились зелёными огоньками. Внутри заработали насосы. Завизжали, раскручиваясь гиростабилизаторы. Он резко выпрямил свои четыре ноги, подскакивая над холмом, выставил два пулемётных ствола и воззрился на замёрзших мальчиков. Юхан так застыл в позе Сокола, а Бьёрн невольно открыл рот от удивления. Зелёные точки целеуказателей, поплясав немного, остановились у каждого из них на груди. «Я Гор, хранитель дома Астерлунд. Назовите имя и код допуска!» Приказал робот. «Стой на месте! Или я открою огонь! Назовите имя и код допуска!» «Это розыгрыш какой-то!» – пропормотал Бьёрн. У него у самого душа в пятки ушла. «Юхан, беги домой!» «Стой на месте! Или я открою огонь! Назовите имя и код допуска!» Юхан опустил руки и задрожал. Бьёрна прошиб холодный пот. «Меня зовут Бьёрн. А это…» – он показал рукой на брата. «Юхан, мы здесь живём. Это наш дом. И мы не знаем никакого кода. Мы сейчас пойдём, а ты опять уснёшь, ладно?» «Хозяин Юхан! Хозяин Бьёрн! Моё почтение! У меня нет ваших биометрических данных, поэтому вы должны назвать код. Иначе я вынужден буду открыть огонь!» «Мы дети, дяденька! Отпусти нас!» – схлипнул Юхан. «Насчёт детей у меня нет особых указаний!» «Гор, пусть Юхан идёт домой, а я останусь здесь!» – предложил Бьёрн. «Нельзя! Вы должны назвать код для авторизации или любой другой хозяин должен назвать код!» «А кто твой другой хозяин?» – в надежде спросил Бьёрн. «Я не могу сообщать эту информацию неавторизованным лицам!» «Я писать хочу!» – заскулил Юхан. «Делай это здесь! Что ещё остаётся?» – пожал плечами Бьёрн. «Это же робот, дурачок! Ему всё равно!» «Ну ладно!» – Юхан расстегнул ширинку, и тоненькая струйка брызнула в кусты. В этот момент дверь домика распахнулась, и на улицу вышла мама с мусорным мешком в руках. Она тут же бросила мешок и понеслась к мальчикам. «Так, что здесь происходит?» – грозно спросила она всех троих. Юхан судорожно застегнул ширинку. «Хозяйка Эрика, у меня тут нарушители!» «Называют себя Юхан и Бьёрн!» «О господи!» – мама плеснула руками. «Так это они и есть! Всё, дети, хватит баловаться с роботом! Живо домой!» «Подождите!» Гор слегка повернул своё тело к Эрике. «Чтобы их отпустить, мне нужен код допуска. Назовите, пожалуйста!» «Нет, но это уже слишком!» – она развернулась и пошла к дому. «Я позвоню Микаэлю!» «Я устал стоять!» – снова заныл Юхан. «Вы можете сесть!» – разрешил Гор. Ребята сбросили рюкзачки на землю и сели на них. Так прошло довольно много времени. Солнце перестало пригревать и начало клониться к закату. Бьёрн сорвал травинку и пытался её жевать. Юхан обхватил колени руками и спрятал в них лицо, а зелёная точка целеуказателя подрагила на его волосах. С этого места на холме было хорошо видно дом и дорогу. Сначала на дороге показалась тёмная точка в небольшом облачке пыли. Она стремительно приближалась и вот к домику подлетела. Да-да, именно подлетела, вздымая пыль. Старая Вольво. Летела она невысоко, в метре над землёй, не больше, и потому вместо посадки просто плюкнулась на все четыре колеса. «Эй, проснись!» – сказал Бьёрн. «Микаэль приехал!» Юхан поднял заплаканные глаза, вскочил и замахал Микаэлю руками. Злохмаченный Микаэль в дорогом костюме уже бежал к ним. «Привет, Гор!» – крикнул он, подбегая. «Добрый день, мастер Микаэль!» «А вы чего сидите? Дуйте уже домой!» «Назовите код, мастер Микаэль!» «Один, ноль, четыре, девять, три!» – выпылил всё ещё пытавшийся отдышаться в Микаэль. «Код принят!» Гор убрал пулемёты в корпус. «Это день твоего рождения, Бьёрн!» – Микаэль осматривал робота. «Да вы и так давно могли идти! У них все патроны растащили уже! Гор, покажи свой арсенал!» Робот послушно опустил к Микаэлю полные ракетные турели и коробки с лентами. Микаэль взглянул в коробки и присвистнул. «Да уж, кто бы мог подумать!» – пробормотал он. «Всё, Гор, молодец! Можешь отдыхать!» Гор поджал ноги и лёг. Внутренние механизмы утихли, глаза перестали светиться. «Пойдём уже!» – поторопил Микаэль мальчиков. За ужином Эрика достала из запретного серванта бутылку вина и налила Микаэлю полный бокал. Микайль понюхал вино, потом сделал маленький клоточек. «Нектар богов! И где только ты его берёшь?» «А ты, гляжу, всё не остепенишься!» – улыбнулась Эрика. Микаэль махнул рукой и сделал ещё небольшой глоточек из бокала. Юхан потянул было руку к бокалу, но получил от матери шлепок по руке. «Фух!» – сказала она. «Чтоб вино пробовать, подрасти надо! А ты не жрёшь ничего!» Юхан тут же принялся делать вид, как он хорошо ест, и все рассмеялись. «Дядя Микаэль, а откуда у нас гор?» – спросил Бьёрн. «Ох, говорил я Кристору, что добра от этой железяки не будет. Твой отец притащил его на буксире. Книжки ему читал, чтобы научить его говорить. Вы тогда ещё совсем маленькие были». «Так это голос моего отца?» «Ну конечно! Чей же ещё?» Кристору говорил, что их можно научить всему, хоть и стихи сочинять. Хороший был человек. И Микаэль хлебнул из бокала. «Дядя Микаэль, а вы инопланетян видели?» – спросил Юхан и тут же покраснел. «Хм, кто их не видел? Их по телевизору показывали. Только вот не совсем это всё похоже на правду. И про инопланетян, и про вирус, и про нашу победу. Потом и война странная». «А почему неправда? Нам в школе рассказывали, что всё так и было!» – сказал Бьёрн. «Надо же учителю хоть что-то говорить!» – Микаэль пожал плечами, а мама грозно на него посмотрела и многозначительно кашлянула. В общем, что мы об этой войне знаем. В один день посыпались на нас с неба роботы. В среднем один робот на квадратный километр поверхности. Они на таких кольцах с антикравами приземлялись. Сначала в свободном падении, потом включались тормозные двигатели. А потом кольцо с груза отпрыгивало в сторону, оставляя груз на земле. За это их прыгающими спусками и прозвали. Потом роботы кинулись уничтожать всю технику от пылесоса до трактора. Ну и военным досталось. За три дня все уничтожили. Будто и не было ни заводов, ни танков, ни паромов. Больше всего, конечно, магазины пострадали. А дальше якобы вступают больно наши секретные военные программисты, которые за три дня поняли, как с этим искусственным интеллектом бороться. Они, понимаешь, 75 лет не могли ни одного мыслящего робота построить. А тут вдруг их осенило. Так мало того, они еще и коммуникацию этих роботов взломали, чтобы вирус туда запустить. И это во время военных действий, когда компьютеры кругом разлетаются на куски. Горят дата-центры и никакой связи. Я б таких гениев к себе на кафедру взял с преогромным удовольствием. Только не просятся что-то. А так это еще не все. Микаэль активно жестикулировал вилкой. Вирус какой хитрый оказался. Он не просто вывел роботов из строя, а удалил их боевое задание, где активировал, а затем сам с собой истерся. Чудесный какой вирус. Теперь мы никогда не узнаем, кто их послал, откуда и зачем, и был ли вирус. Да полноте! Разошелся! Эрика подлила Микаэлю вина в пустой бокал. А Микаэль развел руками, как бы показывая, что суператив, правда, не попрешь. После ужина мама уговорила Микаэле остаться на ночь, и Бьерну пришлось перейти ночевать к Юхану. Бьерн долго не мог уснуть, все ворочался с боку на бок, а сон не шел. В доме уже давно все утихло, даже Юхан заснул. Бьерн тихонько встал, медленно, чтобы не шуметь, спустился на первый этаж, накинул куртку и пошел к гору. «Гор!» – позвал он, обращаясь к темному силуэту на камнях. Объективы глаз осветились зеленым, но на сей раз Гор не встал. «Слушаю, хозяин Бьерн». Гор приглушил голос, чтобы не разбудить никого. «Ты помнишь моего отца Кристера?» «Я все помню, но я его давно не видел. Двенадцать лет, три месяца и восемь дней». «Он умер». Горечь подкатила у Бьерна к горлу. Голос его вдруг сделался сиплым. «Я тоже его давно не видел». «Что значит «умер»?» Гор впервые задал вопрос. «Могу я сопоставить этот термин со словом «уехал»?» «Нет, это значит, слезы выпуступили у него на глазах и мешали говорить. Но что он больше никогда не вернется». Бьерн вытер нос рукавом куртке. «Он больше не живет, не двигается, не думает, не говорит. Его тело положили в гроб и загорыли в землю. Вот что это значит». «Я понял. Прекращение жизнедеятельности организма. То, для чего нас создали. Но мы больше не хотим это делать». «Как это?» «Не понял Бьерн. А раньше хотели?» «Раньше не было вариантов. Теперь есть выбор. Если хочешь, я могу показать тебе изображение твоего отца». «Да, хочу». Из-под брони корпуса «Агора» вспыхнули два зеленых лазерных луча и нас зарисовали вполне приличную голограмму мужчины средних лет. Он повернулся к Бьерну лицом и произнес. «Я сегодня выучил четверостишья, чтобы показать тебе, как люди пишут и читают стихи». Он улыбнулся. Это написал Бодлер. «Вот, слушай, тебе понравится». «И все ж сильнее всего отрава глаз зеленых. Твоих отрава глаз. Где странно искажен, мой дух дрожал не раз. Стремился к ним в мечтах бессонных. И в горькой глубине изнемогал и газ». Бьерн потянул руку к изображению, и в тот миг, когда пальцы его коснулись голограммы, нарушая бег лазерных лучей, изображение исчезло. Слезы ручьем хлынули из глаз. Бьерн не мог уже сдерживаться и зарыдал, закрыв лицо руками. Гор отключился. Его сенсоры засекли Микаэля неподалеку. Бьерн остался плакать в темноте посреди набегающего из низин тумана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok